Как показывает опыт, людям предпенсионного и пенсионного возрастов найти подходящую работу без службы занятости весьма непросто. По словам организаторов ярмарки вакансий, для пожилых людей ваш опыт богатства региона удалось объединить интересы работодателей и работников в одном месте. Работодатели активно откликнулись на наши мероприятия, их более 30. Представили абсолютно все отрасли, и промышленности, и торговли, и финансы, и страховые службы. В этом году присутствует большое количество консультационных пунктов, которые вы наблюдали. В данном случае у нас в этом году работодатели представили нам более 1300 вакансий. Средняя заработная плата составляет от 8 до 25 тысяч рублей. 30% в основном это ЭТР, а остальные 70% как правило предоставляют рабочие профессии. На ярмарке вакансий свои стенды представили несколько десятков работодателей. Другие оставили свою контактную информацию в службе занятости населения. Мне уже почти 70 лет, 66, поэтому мне нужен вахтер какой-нибудь, лифтер, но это далеко, в конече. А так все хорошо. Я вот недавно работала, только до июня. Сутки двое. Условия, конечно, были не очень, так, скажем, вообще никакие к условию. Так что мне не привыкаться. Попробуем, позвоню, узнаем. Для пришедших на ярмарку горожан работали и консультационные пункты, например, юридический. Очень много пенсионеров обращается по сокращению, какие им полагаются выплаты, какие документы необходимы для постановки на учет, как назначается пособие, на какой период, в каком размере. Максимальная личина пособий минимально интересует. Такие вопросы. Как сообщают специалисты из городской службы занятости, после окончания ярмарки вакансий, они собираются следить за дальнейшим трудоустройством всех сыскателей, чтобы уже весной предложить пожилым рязанцам новые возможности для заработка.